Это Lada Riva при рождении Fiat 124. Один из самых передовых спортивных седанов того времени. Но русские внесли несколько изменений в оригинальную конструкцию. Они заменили превосходные дисковые тормоза барабанами, которые были хуже. Они установили пусковую рукоятку, подсос и сделали кузов из гораздо более толстого металла. Что я вам сейчас и продемонстрирую. Своим молотком. Готовы? Да, она просто ядерная. Самой тяжелой частью автомобиля, однако, был не кузов от ядерного бункера, а рулевое управление. Честно говоря, мне кажется, что оно залито бетоном. На самом деле, единственная положительная вещь в этом автомобиле, что в нем можно ездить в шапке. Позвольте показать на примере всю его ужасность. Задние тормоза были сделаны из алюминия. Они, наверное, думали, ага, вот это очень продвинуто. Запад до этого не додумался. Однако на то была очень резонная причина. Алюминий обладает такими же тормозящими свойствами, как и... сыр. Помедленнее, крошка. Несмотря на все это, Риву до сих пор собирают по лицензии в Египте. Только представьте, 40-летний итальянский дизайн, усовершенствованный русскими, а теперь еще и собирается кучками египтян. Я даже представить не могу, что может быть хуже этого. Ну, я могу. Видите ли, Лада была не единственной машиной, собираемой в Советском Союзе. Было сотни адских штуковин. Газы. Вазы. Зилы. Ижи. Зазы. И этот, «Москвич-408». Так вот, эта машина была впервые представлена в 64-м году на британском автошоу в Эрлскорте. И это был коммунистический ответ нашему собственному народному автомобилю, Марк 1 «Картина». Как и следовало ожидать, «Москвич» был очень дешевым, всего 679 фунтов. Картина была аж на целый фунт дороже. Коробка передачи расшатанная, подвеска пружинистая, руль очень тяжелый, но при этом расхлябанный. И послушайте, как он шумит при 65 км в час. Что интересно, эту модель производили на том же заводе, что и автоматы АК-47. Разница в том, что эта машина намного смертоноснее. Итак, чья же машина самая ужасная? Вот эта. Просто худшая машина в мире, даже хуже вот этой. Не согласен. Ты видел эти педали? Посмотри, где находится педаль газа по отношению к остальным. Так и думал. Тахометр. Да. Загнивающий капиталист. Обладание тахометром — это воровство. Да ты только посмотри на этот цвет. Цвет протеза. У тебя дворники на фарах. Они не работают. Какая разница, зато как вдохновляет. Задняя подвеска из листовых рессора, а что на твоей? Шикуешь. Вот именно. Роскошь. Пружина Джеймс от болгарской авторучки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова